Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечер, Руслан Владимирович! Добрый вечер, уважаемые слонцевщане! Добрый вечер, Валентина! Итак, чем же знаменательна и прекрасна жизнь этого города в нынешнем году? Жизнь нашего города знаменательна тем, что очень много людей задействовано в обустройстве и заинтересованы в развитии нашего города. С депутатами проводится очень большая работа комиссионная, большая работа бюрократическая. Акцентируем внимание на те жизненно важные объекты и необходимые принятия решений, которые могут повлиять на улучшение качества нашей жизни. Поэтому более четкий контроль и более усиленные какие-то действия, более слаженные действия и более четкие решения принимаются в различных аспектах нашей работы. Сегодня мы коснемся, в принципе, я так считаю, всех видов нашей работы. И я думаю, что слонцевщане на сегодняшний момент видят воочию уже ту небольшую часть работы, которую мы проводим в течение всего года. И также я смогу рассказать и о планах, которые мы будем делать для того, чтобы в нашем городе было хорошо, комфортно и приятно жить. Хорошо, если нам удастся добраться до планов, потому что уже поступил телефонный звонок, и мы принимаем. Да, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло, вы в эфире. Да, Руслан Владимирович, можно задать вам вопросы? Добрый вечер, конечно. Добрый вечер. Вы меня хорошо слышите? Да, слышу. Да. Да. Вот первый вопрос. Когда будет запущена остановка автобуса 8 у Быков? Все сделано, асфальт положен, остановка стоит, до сих пор автобуса не останавливается. Второй вопрос. Котельная газовая на Лучке. Когда будет запущена? В чем вопрос? Вот этот цирк, который устроили на очередном походе на 16-ю котельную, где главный руководитель, зал у него энергии, показывал температуру носителя. Ну, это все цирк для людей, понимаете? О чем можно говорить, если 10 километров надо теплоноситель тащить туда, для чего построена эта газовая котельная, и она не запущена? Это хорошо, что сейчас еще на улице тепло. Вот этот вопрос дальше. Уборка территория, которая не относится сейчас никому, как это может быть в городе, территории, за которой никто не отвечает? Город зарос в помойке, в грязи. Эти кусты не обрезаются. Вот раньше ЖЭК занимался, теперь у него границы 10 метров от дома, понимаете? И все это опущено на самотек. Четвертый вопрос, подождите, пожалуйста, можно еще задать? Конечно, любые вопросы. Насчет самостоятельных продуктов нашего города. Когда-то наш город был самостоятельный. Вы видите, что творится? Сегодня должна быть переработка малого молока, мяса. Создаем агропромышленный комплекс, а это все у нас потеряно. Вот можно эти вопросы осветить? А вы только трубочку не ложите. Должна быть с 2018 года. И когда мы перестанем принимать отходы из Кингисеппа. Спилить деревья в городе тоже проблема, понимаете? Вот у нас нету столько солнечных дней. Мы к вам обращались, вы обещали помочь, в частности, по Грибоедово, дому 5. Все рядом деревья, у всех домов спилены деревья, а у нас это уже второй год, мы не можем вот этого добиться. То денег нету, то вышки нету, никто нам помочь в этом не может. А вы представьтесь, пожалуйста. А я представилась. Евгения Малышева, Грибоедова 5. Очень приятно. Подожди, еще вот два вопроса. До сих пор в интернете не заполнена наш сайт, страничка. Уже год прошел, я все пытаюсь получить полную информацию, захожу на каждый официальном сайте. До сих пор нету. И потом динамическое развитие нашего города. Конечно, интересуют вопросы, трудоустроиться, чтобы молодежь отсюда не уезжала. Детские сады построены, понимаете? А город пенсионеров у нас стал. Вот есть политика развития города, создания рабочих нет. А то у нас город пенсионеров и магазинов. Все, спасибо большое. А вы трубочку не ложите еще? Трубочку не ложите. Не ложу. Ага. Я бы хотел начать, наверное, с четвертого вопроса, да, который вы говорите, что наш весь город зарос в грязи. Я бы хотел у вас спросить хотя бы примерно, какой адрес вы назовете, где город зарос в грязи? А вот от детского садика до пятой школы. Вот люди идут, машины ездят, асфальт положен, а там по двум сторонам помойка растет. Траву скосить на этом стадионе, в котором раньше дети бегали, стояли два футбольных поля было, а зимой был хоккей. И, понимаете, траву скосили только осенью. Кусты уже вот дети идут. Кусты акации, они выше деревьев стали. Очень хорошо. То есть именно по этому участку вы считаете, что весь город зарос в грязи? Не, не, не только по этому участку. Вот если выйти куда-нибудь за территорию семейного магазина, в сторону хлебозавода, в сторону этого мясокомбината, пешком пройти, не на машине ехать. Алло. Да, да, да. Если ходить пешком, а не на машине ездить, то вы увидите, что везде лежит мусор. Везде лежат деревья. Везде лежат кусты выше деревьев. Понимаете, порядка-то нету в городе, ничего не убирается. В лучках то же самое. Чуть-чуть выйти за проезжую часть, и все, и вы увидите, что там творится. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас будем отвечать. Если вы можете, если есть возможность, не лажите трубку, мы сейчас будем отвечать. Значит, по поводу уборки города и уборки территории. Я хожу пешком каждый день и каждое утро. И на мясокомбинат тоже хожу, особенно по выходным пешком. Конечно, я там не замечал никаких мусорных свалок. Деревья, конечно, есть поваленные. Что касается деревьев, которые находятся на придомовых территориях, все мы с вами прекрасно знаем, что эта проблема у нас есть. Это одна из таких сложных ситуаций, которые могут возникать. Потому что данные деревья находятся на придомовых территориях. И мы все знаем, что если это дерево находится на придомовой территории, его могут спилить только собственники за собственные деньги. Но на сегодняшний момент существует программа «Комфортная среда», о которой мы и говорим. В эту программу входит полностью благоустройство территории. И асфальтирование, и скамейки, и те деревья, которые находятся на придомовой территории, в рамках этой программы мы можем спиливать. Поэтому сегодня работает программа. Сегодня есть работы, в которых проводится асфальтирование, освещение. То есть весь комплекс работ, которые относятся к работам благоустройства. Мы сегодня можем видеть и Грибоедова 13, и Ленина 30, Горького 20, Горького 11, в лучках адреса. Все можно делать. Я много раз говорю, не знаю, и я еще миллион раз скажу нашим уважаемым солнцевчанам, будьте, пожалуйста, активнее, проводите собрания, принимайте решения. Все, что касается кустов, деревьев, асфальта, все, что касается дворовых территорий, это относится к полномочиям именно самих жителей. Приняли решение. Управляющая компания поможет составить документы. Депутаты совместно с управляющей компанией проведут собрание, подадут документы в администрацию, администрация подаст заявку в правительство. Это тот основной момент, когда нужно нам сплотиться, объединиться для принятия решения. Нужно быть активнее и выходить на собрание. Я еще раз прошу всех жителей участвовать в проведении собрания, особенно что касается комфортной среды. Пожалуйста, приходите, потому что для протокола необходимо 2 трети голосов от проживающих. Значит, давайте мы теперь поговорим по поводу тепла. Это тоже одна из основных тем. Все вы знаете, и те, кто следил в прошлом году за отопительным сезоном, видели, что каждые 2 недели в течение всего отопительного сезона я провожу совещание для того, чтобы выяснить, сколько было заявок, почему не было отопления, и если было оно некачественным, то кто выходил, кто сделал замеры, сделали пересчет, сделали перерасчет. Поэтому в этом году возникали некоторые спорные моменты по замеру температуры. И поэтому никакого цирка никто не устраивал. Я, наоборот, всегда стараюсь делать всю работу прозрачной. Мы вышли на объект, который является нашим основным источником питания. Но, уважаемая Евгения, 16-я котельная это источник питания для города Сланцы. Лучки отапливаются от ТЭЦ ООО Сланцы, то есть от бывшей СПЗ. Поэтому никаких 10 километров здесь речи не идет. Мы вышли с управляющими компаниями, посмотрели температурные графики, которые необходимы для того, чтобы сравнивать показания при замерах температур, которые комиссия, которая выходит по жалобам. Мы посмотрели, нам объяснили. У нас были некоторые разногласия, которые в рамках нашего совещания и нашей комиссии мы сняли. есть вопросы, касаются непосредственно частного характера или носят точечный характер. Где-то стояк холодный, где-то в квартире прохладно. Всегда говорю, что если в квартире прохладно, первое, что должен сделать собственник, позвонить в управляющую компанию, сделать заявку, позвонить в диспетчерскую службу Невоэнергии, сделать заявку. Потому что я контролирую все заявки, которые поступают на тот и на ту или иную диспетчерскую службу. И принимаем решение и выходит комиссия из трех человек. Неоднократно говорил, еще раз повторю. На замер температуры выходит представитель ресурсоснабжающей организации, представитель управляющей компании и представитель от администрации. Только при наличии всей этой независимой группы будет считаться замер правомерным для того, чтобы сделать перерасчет. По поводу газовой котельной, которая построена в Лучках. Неизвестна была судьба нашего завода Уосланцы, поэтому Газпром распределения было принято решение о строительстве газовой котельной. Она является резервной. Но после того, как руководителями завода было принято решение работать, надобность в этой котельной отпала. Газпром распределения это их решение. Они приняли решение в том, что данная котельная не нужна в нашем городе. Вот такая. Такого уровня. Как бы резервная. питание. сегодня у нас два источника питания, чтобы все знали, кто не знает. 16-я котельная основной источник питания, который подает носитель на город Сланцы. и лучки отапливаются от ТЭЦ завода Сланцы. Какой у нас следующий вопрос? Остановка у быков. Остановка у быков. в начале лета я делал рейд по лучкам посланцам. Смотрел те объекты, которые на наш взгляд являются социально важными. Которые нужны в нашем городе. И что необходимо сделать? Одним из осмотров и сегодняшним результатом данного данного нашей проверки мы поставили задачу перед администрацией поставить остановочный павильон и сделать остановку с полосой разгона и с полосой торможения напротив быков. Потому что расстояние между второй школой и юбилейным магазином слишком большое. есть в лучках проживает много пенсионеров которые ездят на автобусах и пройти достаточно тяжело такое расстояние. Было принято решение было дано задание просчитать смету выделили деньги администрация провела конкурс выбрала подрядчика подрядчика на сегодняшний момент работы завершил но до тех пор пока не будет проведена экспертиза асфальтового покрытия которое было уложено и покрытие место остановки где находится павильон работы подрядчику оплачены не будут как только будет закончена экспертиза как только будут подписаны акты ввода в эксплуатацию данной остановки маршрут будет запущен также данные данного вопроса я хочу отметить и тот момент что я акцентировал внимание на остановке которая находится напротив поликлиники я считаю что людям которые ходят в больницу больше всего есть необходимость когда доехать от больницы до дома со стороны больницы у нас есть остановка с противоположной стороны остановки не было дождь снег солнце не посидеть не спрятаться от непогоды на сегодняшний момент также все мероприятия завершены стоит остановочный павильон я считаю что это были верные решения именно в этом направлении верные решения в направлении социальном для того чтобы нашим слонцевчанам нашим в основном пожилым гражданам которые ездят на автобусах было комфортно ждать автобус какой следующий вопрос отходы из Кингисеппа отходы из Кингисеппа к нам не завозят у нас был период когда полигон на 1 мая это Кингисеппский район был закрыт к нам возили это было наверное недели 3 сейчас у нас никто не возит даже скажу больше почему не возит потому что на полигоне на 1 мая тариф на прием мусора ниже чем в сланцах так что считаю что информация у вас по поводу Кингисеппского мусора неверна ну и последний вопрос в принципе он близок к нашей теме это волнует история развития города и молодежи планы планов очень много тем более сегодня мы принимаем решение по стратегическому планированию один из основных моментов которые на сегодняшний момент мы делаем это мы принимали решение о развитии технопарка мы в городе сланцы выделили 110 гектар под технопарк что такое технопарк технопарк это территория которая подготовлена которая у которой есть в наличии все необходимые ресурсы электричество вода прием стоков сегодня работа это ведется значит тот подрядчик который взял данную территорию работает над тем чтобы привлекать на данную территорию технопарка инвестор но мы проводим еще дополнительную работу потому что просто прийти инвестору на чистую землю не имеет никакого интереса поэтому администрация депутаты проговаривали принимали принимали решение и администрация помогает подавать пакет документов совместно с компанией которая будет непосредственно заниматься технопарком в комиссию где мы сможем получить статус ТАСЭР территория опережающего развития данный статус может дать определенные послабления льготные для тех предприятий кто зайдет на территорию технопарка здесь конечно если у нас получится получить статус ТАСЭР мы сделаем нашу территорию очень привлекательной потому что если идет налоговое послабление соответственно сюда готовы будут прийти определенные предприятия которые будут соответствовать санитарным зонам для расположения в нашем районе сегодня мы пытаемся и лично я пытаемся задействовать молодежь в различных мероприятиях социальных мероприятиях которые касаются жизни нашего города сегодня мы подключаем и объединяем ветеранов боевых действий для того чтобы помогали общаться с молодежью чтобы совместно выходили на акции чтобы принимали участие в социальных мероприятиях которые мы планируем мы пытаемся сделать жизнь в нашем городе и я считаю что у нас получается сделать жизнь активней в последнее время я могу констатировать то что до момента ну можно сказать до 17 года у нас было какое-то затишье в 17 году мы постарались расшевелить постарались сделать больше мероприятия постарались привлечь больше людей молодежи еще раз говорю среднего поколения общаемся с ветеранами общаемся с пожилыми людьми проводим собрания пытаемся рассказать о своей стратегии которую мы на сегодняшний момент планируем развитие города это не просто слова развития города здесь в условиях стесненных экономических условиях нужно принимать настолько выверенные решения чтобы это были не просто слова а чтобы это были те решения которые подтверждены будут делом и которых будет результат сегодня мы делаем небольшие шаги небольшие совсем шаги но эти небольшие шаги имеют очень большой положительный результат для нашего города для нашей молодежи как минимум поэтому у нас в городе очень много талантливой молодежи те ребята и девушки которые живут на нашей территории мы стараемся максимально помочь развить талант открыть свой талант а когда уже дело касается образования конечно очень много наших ребят уезжает в санкт-петербург потому что все высшие заведения у нас находится там и только с грамотными людьми с грамотной молодежи мы сможем выстроить правильную тактику развития нашего города и очень хорошо что на сегодняшний момент наша молодежь делает приоритет и мы совместно с молодежью делаем приоритет на образование только образованный молодежь сможет быть достойным нашей нашей смены совершенно наверное у нас есть телефонный звонок да говорите пожалуйста вы в эфире алё вы в эфире мы вас слушаем здравствуйте не могли бы вы ответить на вопрос о дороге до полигона там в гараж не проехать на легковой машине очень глубокие лужи здравствуйте на полигон представьтесь пожалуйста как вас зовут юрий викторович на прошлой неделе мы с игорем николаевича федором проводили совещание по данной дороге у нас было принято решение эту дорогу привести в порядок в ближайшее время мы найдем инструменты ближайшее время я имею ввиду что это где-то пару недель мы найдем инструменты для того чтобы данный участок дороги был отремонтирован для хотя понятно что не в асфальте будет это будет щебенышем исполнении но это будет нормально проезжая дорога так что я хочу сказать что все те вопросы которые вы мне задаете они для меня не новые и на каждый из этих вопросов я знаю ответ поэтому задавайте любые вопросы которые вы считаете нужными я вам отвечу из первых уст чтобы не было как у нас говорится да извините сарафаново радио что где-то кто-то сказал я расскажу так как она есть на самом деле вот к вопросу о дорогах вопрос поступил заранее дорога на гавриловской улице тоже жалуются жители ужасном состоянии совершенно не проехать даже такси отказывается туда ехать и нет газа собственно говоря вопрос когда починят дорогу и когда проведут газ по поводу газа вопрос обстоит немножко сложнее дороге мы еще вернемся газ на улице гавриловской значит мы принимали решение о программе газификации нашего города в 2015 году было заложено у нас и улице гавриловская была заложена и улица красная была заложена еще какую-то адрес для планирования на сегодняшний момент у нас возник вопрос запуском и введению эксплуатацию газопровода на доке та программа которая у нас длится уже четвертый год мы никак не можем завершить у нас идут разногласия между подрядной организации которая выполняла работы и обслуживающей организации которая должна взять на себя обслуживание вроде бы как мы последнее время нашли определенные точки соприкосновения и решили данный вопрос но он требует не никого софинансирования сегодня мы стараемся закрыть вопрос по финансовой части этой программы это дополнительные деньги это не основные деньги которые были заложены программу и все-таки запустить газопровод чем этот газопровод нужен нам мы принимали программу за эту программу мы должны отчитаться но мы за нее сможем отчитаться только тогда когда газопровод примут в эксплуатацию также мы не можем дальше проводить какие либо работы или участвовать в программе газификации пока данный объект у нас не завершён но я еще раз хочу сказать что мы нашли те вопросы нерешенные ответы нашли ответы на те вопросы нерешенные которые возникли между подрядной организации и организации которая будет на себя брать обслуживание данного газопровода так что я считаю что в начале следующего года у нас все-таки газопровод должен заработать на доке оттуда уже будет идти следующая программа улица красная улица гавриловская по поводу дороги по улице гавриловская прошлом году постарались сделать дорогу на гавриловской ацепов ее крошкой асфальтной крошкой значит в чем сперва были претензии по этой дороге тоже были ямы но она была в чебеночном исполнении то есть когда ехала машина пыль садилась на окна на дома была большая запыленность отсыпали крошкой сделали временное временный ремонт и на сегодняшний момент конечно крошка выбита я езжу тоже по этой дороге я сегодня проезжал по этой дороге мы будем стараться отремонтировать эту дорогу отремонтировать потому что я считаю что все дороги в нашем городе должны быть отремонтированы поэтому данный вопрос находится на контроле мы постараемся чтобы этот вопрос был решен хотя бы в следующем году мы запланируем мы запланируем просто я хочу сказать что в нашем городе существует очень много вопросов которые требуют более пристального внимания и зачастую нам приходится выбирать и выставлять приоритеты сделать воду или сделать там какую-то часть дороги отремонтировать трубу теплоснабжения или там спилить дерево я хочу сказать что чтобы все понимали каждый вопрос который возникает у наших солнцевчан каждая ситуация которая может привести к некомфортной жизни она является для нас значимым мы стараемся принимать верные решения но иногда бывает что средств которые заложены у нас бюджете на год не хватает мы принимаем максимально возможные меры для того чтобы участвовать в областных программах но к сожалению этих денег тоже не хватает и я на всех собраниях говорю и сейчас еще раз повторюсь что да наш город молодой но все сети которые находятся на в нашем городе я сейчас обращаю внимание именно на водоканал в отвратительном состоянии который требует очень большого ремонта и очень больших вложений если за 8 лет мы систему теплоснабжения сланцах полностью принципе можно сказать восстановили и сейчас мы проводим работы по восстановлению сети теплоснабжения в микрорайоне лучки то сводок то с водой вопрос обстоит намного намного хуже тем более в том году я тоже прямом эфире говорил что и была возможность объявления и чрезвычайной ситуации по водоканалу и если помните что при прорыве у 46 магазина где мы прожили двое суток 24 часа в сутки находились там да мы специально оставили трубу чтобы люди посмотрели в каком состоянии находится наша водоносная система это было был кусок трубы потому что метров 5 6 7 где-то и какие-то были дыры ржавые то есть вся система у нас находится в таком состоянии поэтому нам сожалению приходится выбирать между комфортом и необходимостью но мы находим решение которые идут в параллелях между комфортом и необходимостью у нас следующий звонок до добрый вечер говорите пожалуйста вы в эфире вы в эфире мы вас слушаем алё здравствуйте здравствуйте добрый вечер здравствуйте руслан владимирович это это владимир якубов вам говорит дело в том что на октябрь 1 у меня знакомы живет очень пожилые люди мужчины женщины я иногда помогаем по хозяйству там вот и где-то неделю назад вели да может быть чуть побольше там капали него энергия они раскопали яму до конца и и не зарыли кинули там несколько лопат и ушли я звонил диспетчеру диспетчер сказала что говорит у нас сейчас нету земли и зарывать нам нечем я бы когда у вас появится земля не знаю когда появится тогда зарой ну ну что это же образе спасибо завтра будет завтра яма будет засыпана вот так вот все просто и понятно да сегодня у нас сланцах уже в течение года действует молодежное движение я люблю сланцы данное молодежное движение проводит большое количество акций социальных акций молодежное движение с молодежным центром который вы возглавляете спасибо за работу что снимают социальные ролики мы с вами совместно это делаем проводим работу мы пытаемся обратить внимание на то что объекты социального значения должны сохраняться мы не можем делать и ломать одновременно мы каждый из нас из жителей прикладывает определенные усилия это проведение собрания это трудовое участие это просто какие-то замечания тем подросткам которые которые делают противоправные действия каждый из нас принимает максимальное участие в жизни города и я считаю что мы делаем правильно потому что именно сохранение объектов социальной инфраструктуры могут дать то необходимое начало для развития нашего города сохранение тех объектов которые на сегодняшний день мы делаем она является одним из показателей нашей культуры у нас сорвался звоночек есть звоночек добрый вечер вы в эфире мы вас слушаем я слышу себя пожалуйста уберите звук у телевизора и отойдите подальше отойдите пожалуйста от телевизора убрать звук у телевизора иначе эхо помешает нашему общению да и теперь громко четко гнятно стихийный рынок стихийный рынок все как бы нормально бабушки торгуют свои продукты но к этому рынку присоединяются предприниматели торгующие рыбой санитария полная там у собаки валяются на земле ограждения все выломаны мы вас поняли спасибо я завтра дам поручение администрации для того чтобы провели необходимое мероприятие и необходимый рейд для того чтобы выявили те нарушения которых вы сейчас говорите посмотрим если реально сломанное ограждение ну конечно сейчас уже на данный момент я понимаю что виновных не найдешь дадим задание восстановить обязательное ограждение должно восстановлено и взять на контроль те кто занимается торговлей на данном месте я хочу сказать что мы несколько раз говорили по поводу торговли на больничном городке и у 47 магазина и я считаю что хоть это и является стихийным рынком но я за то чтобы бабушки бабушки пожилые люди могли продавать свою продукцию может так сказать вот там цветы ягоды там еще что то такое по поводу рыбы мы обратим внимание и в ближайшее время необходимой необходимой структуру проведет необходимое мероприятие поэтому спасибо за такое замечание я по крайней мере возьму этот вопрос на контроль у нас следующий звонок добрый вечер вы в эфире мы вас слушаем добрый вечер да говорите пожалуйста добрый вечер добрый вечер моя фамилия баянкин сергей аркадьевич руслан владимирович очень хочу выразить вам большую благодарность за вашу проделанную работу за ваше внимание к нашему городу очень приятно спасибо спасибо за слова благодарности я хочу сказать что я стараюсь максимально приложить все усилия для того чтобы сделать наш город краше и лучше но хочу сказать что не только я это делаю я это делаю при помощи своей большой команды это депутатов нашего города каждый из депутатов прилагает большие усилия для работы на своих участках и для принятия решения на советах депутатов а конечно уже за мной это контроль и какие-то инициативные предложения решения и выездные комиссии которые на сегодняшний момент я предложил депутаты поддержали мы активизировали и спасибо вам большое за то что вы оцениваете нашу работу конечно может быть в условиях большого количества недочетов в нашем городе наша работа не очень видна но очень приятно что вы уважаемые солнцевчане замечаете те изменения положительные которые влияют на улучшение развития нашего города спасибо большое спасибо и следующий звонок добрый вечер мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый вечер добрый добрый вечер руслан владимирович хотелось бы узнать город то родной да конечно а у нас дома когда-нибудь будет строиться еще или нет это один вопрос и еще у меня друг живет на баранова шесть и там года два назад поста это дорогу по сделали она приподнялась если когда идут дожди четвертый третий подъезд все водой заливается от 6 а баранова и баранова шесть построили дорогу новую и она приподнялась и вода не уходит когда дожди идут и все остальное то большая лужа спасибо я знаю этот этот адрес я живу здесь через дом поэтому я наблюдаю это картину постоянно можно так сказать на сегодняшний момент мы проводим ряд оперативных мер по планированию ремонта ливневой канализации в той части в которой она есть чтобы вода выходила постараемся сделать на счета практически все адреса которые затапливает после дождя они у нас все есть сегодня мы постараемся принять верное решение и предусмотреть те необходимые средства для того чтобы прочистить ту ливневую канализацию которую существует на сегодняшний день чтобы вода в тех местах которых можно отвести она она ушла потому что я считаю что если даже часть воды будет уходить в местах застоя там где есть ливневые колодцы то вода буду ходить я обращу внимание на данный адрес персонально посмотрим что можно сделать посмотрим если рядом ливневые колодцы для того чтобы вода уходила потому что помимо того что там вода у колодца там еще детская площадка на которой играет много детей конечно сейчас было побольше дождей и в принципе и воды видно где она на сегодняшний момент есть так что я акцентирую внимание именно в плане водоотведения по данному участку спасибо большое будут ли строится новые дома в нашем городе строится дома пока за счет то понятно муниципальные средства они не будут мы пытались и проводили определенные мероприятия по поиску инвестора для строительства каких-то невысоких пятиэтажных домов вот даже в принципе у нас был инвестор который хотел свое время можно так сказать реанимировать девятиэтажки в конце ленина вот но после кризиса получилось так что инвестор не оказалось я хочу сказать что я надеюсь на то что если у нас получится а я считаю что мы делаем все и принимаем все необходимые меры для того чтобы получить статус тассер как только у нас будет территория на которой будут налоговые льготы и как только к нам придут сюда предприятия у нас будет и рабочие места и строительство жилья потому что я согласен что жилье у нас уже подустарелого стара последние лет 25 наверное а может быть и да и 30 лет на уже ничего не строится очень обидно что конечно у нас развитие пока может так сказать заснула но мы стараемся все сделать чтобы разбудить наш город и чтобы все-таки встряхнуть но одних усилий то мало поэтому мы надеемся что у нас будет помощь и сегодня мы видим что нам помогает правительство ленинградской области губернатор александр юрьевич дожденко тоже помогает нам в этом направлении идти поэтому у меня очень большие надежды и очень большие планы что все таки в ближайшее время наш город заработает по крайней мере хотя бы на 50 процентов от того в каком состоянии раньше мы были в 80-х годах когда и шахты работали заводы работали у людей было и зарплата хорошая потому что не хочется чтобы наши люди ездили в ивангород не то чтобы там не работать просто чтобы они все были здесь чтобы и семьи все были здесь чтобы люди на вахту не уезжали чтобы здесь были те комфортные рабочие места с такой достойной оплаты чтобы все люди жили в семьях все люди наши сланцевские жили в нашем городе и были довольны к и могли только радоваться за то что живут в нашем городе по крайней мере я с группой депутатов своей со своими депутатами с нашими депутатами с городскими принимаю необходимые решения я считаю что они верны мы верим только в лучшее у нас есть телефонный звоночек да добрый вечер говорите мы вас решаем добрый вечер добрый вечер руслан владимирович это пожилая женщина вам звонит грибоеда 18 вот предыдущий звонок я слышала баранова там воды а у нас грибоеда 18 дети с садика идут по колено воды подъезда не выйти воды по колено с подъезда не выйти это у нас во дворе вообще тьма тьмущая вы представляете вот я иду иногда я старый человек мне приходится как бы в неделю раза два я хожу в общем по вечерам храм и вы знаете я иду у меня полные сапоги воды и хотя бы что-нибудь вот правильно я вот согласна что вы много делаете я благодарна спасибо вам за это внимательные вы очень к нам но вот услышьте меня пожалуйста и еще еще это конечно у меня такой лично к вам вопрос лично вы знаете у нас вокруг храма грязи столько что в сапогах резиновых мы еле еле проходим неужели щебеночки там машинку не вам не это самое вот скоро праздник серафима саровского пожалуйста хотя машинку щебеночки привезите пожалуйста там машинка не обойдешься вы трубку не ложите трубку не ложите хорошо да с отцом Алексием мы встретимся там машинка не обойдешься но мы постараемся сделать все необходимое что ему нужно просто у него ведутся запланированные работы по обустройству территории поэтому к тому не обращался потому что мы видим там у него и гранитная щебенка лежит и плиты лежат то есть как бы ведутся необходимые работы по благоустройству вот но я завтра позвоню отцу Алексию и спрошу что если нужна наша будет помощь значит мы ее окажем а вы меня слышите еще на линии да скажите пожалуйста да я слушаю вас да да скажите пожалуйста пожалуйста два года назад я лично присутствовал и участвовал в прочистке ливневой канализации у вас во дворе если вы помните вы помните мы про да вот два лет три года назад это было время просто так быстро бежит что вот скажите пожалуйста сколько времени сколько времени прошло до того момента когда вас стало опять затапливать потому что прочистили ливнюю канализацию и я лично приезжал после ливней и мы смотрели что луж тогда не было особо вот как раз грибоедово 18 грибоедово 18 грибоедово 18 как давно у вас стало затапливать просто что вот мне хронологию понять вы знаете я даже не могу вам сказать как давно но во всяком случае и с подъезда не выйти и сапоги родиновые надо одевать и то по колено будет воды а вот дети идут сами-ка так бедняжки я не знаю как они прыгают как зайчики я постараюсь эту ситуацию отрегулировать единственное я знаю что управляющая компания делала запрос по поводу вызова машины из санкт-петербурга для прочистки ливневой канализации с ливенными колодцами на определенном участке они запросили 40 тысяч рублей мы считаем что это очень дорого и поэтому изыскивается определенный резерв для того чтобы или другой подрядчик который сможет произвести работы данного типа по прочистке данный адрес я тоже вас беру на контроль но я хочу сказать что я знаю про те адреса я лично участвовал когда мы промывали данный адрес вот поэтому спасибо большое я отмечу и на совещании мы адреса которые затапливаются после дождей все адреса мы еще раз проговорим что возможно будет сделать будет сделано спасибо вот к вопросу перспективы развития города и про молодежь опять же про молодежь является ли это напрямую друг от друга зависимым если сейчас началась такая активная работа с молодежью есть ли у нас шанс что когда она вырастет и отучится мы сможем на данный момент создать такую такие условия что они вернутся благодаря тому что сейчас с ними началась работа это большое желание большое и большое мое желание я на сегодняшний момент вкладываю очень много сил и средств для того чтобы заинтересовать молодежь раскрыть талант молодежи постараться поддержать если талант раскрыт отправляем в поездки общение налаживаем я стараюсь что чтобы мы сделали комфортным наш город чтобы сюда возвращались здесь даже не в том что хочу я этого или не хочу дело в том что если мы этого не сделаем то мы можем задать сами себе вопрос а кто тогда будет на нашей территории жить управлять и развивать нашу территорию по крайней мере на сегодняшний день мы планируем все мероприятия которые направлены на развитие нашего города а если у нас не будет молодежи соответственно тогда можно мероприятия прикрывать но такого не будет я еще раз повторю что мы делаем и сделаем все необходимые действия и предпримем все необходимые шаги для того чтобы наша молодежь после того как получит образование могла возвращаться сюда назад нам в город понятно не все вернутся потому что соблазн больших городов он очень велик и там можно раскрыть намного больше свой потенциал чем в менее крупных городах но мы по крайней мере постараемся сделать все возможное по крайней мере все что зависит от меня и зависит от депутатов города мы сделаем все и даже больше чем все хорошо у нас телефонный звонок да добрый вечер говорите мы вас слушаем вы в эфире мы вас слушаем Алло здравствуйте Руслан Владимирович добрый вечер хочу вас поблагодарить во первых за то что вы сделали для города парк вот этот замечательный дороги более-менее и вот у меня такой вопрос я живу у шахтерской славы 16 тут с торца дома напротив провайдера контакт и во дворе дома ужас дорога вот хотелось бы чтобы вы как-нибудь повоздействовали приняли меры какие-нибудь чтобы тут ну хоть как-то улучшилось спасибо еще раз хочу поблагодарить вас за то что вы делаете как вас зовут этого города спасибо большое хочу сразу сказать как бы что в понедельник в понедельник мы совместно с депутатом Александром Алексеем Васильевичем этот вопрос поднимали и поставили администрации жесткие условия для того чтобы отремонтировать данный участок дороги получилось так что этот участок не относится ни к одной придомой территории да это свободный участок это выяснилось буквально недавно поэтому мы предпримем все меры для того чтобы отремонтировать участок дороги от Гагарина 52 мимо Шахтерской Славы 16 Шахтерской Славы 20 22 улица Зеленая значит буквально на днях администрация мне представила план ремонта и смету на ремонт дороги по улице Зеленая потому что мы в принципе можно сказать в ультимативной форме поставили перед администрацией задачу сделать подход к шестой школе нас очень не устраивает вот дорога про которую вы говорите кусок дороги от контакта по улице Зеленая потому что тоже дорога разбита школьники идут в утренние часы там темно дорога разбита машина сворачивает школьники в разные стороны расходятся плюс потом идут через парк который не освещен на сегодняшний момент схема представлена представлена схема земельного участка представлена на которой нанесена пешеходная зона где нанесена дорога в кратчайшие сроки здесь буквально может быть пару недель будет сделано освещение это жесткие сроки выше которых не может быть то есть две недели это край должно быть освещение которое будет идти через парк который находится напротив молодежного 7 к шестой школе дети тоже идут через парк приходит по колено в грязи это я считаю это ну край какой то безобразия в следующем году через этот парк будет сделана дорожка асфальтирована чтобы дети могли подходить к школе поэтому данные мероприятия конечно сейчас уже в зимний период никакие сделаны быть не могут из-за погодных условий но я вам отвечаю что весной как только позволит погодные условия как только сойдет доник как только можно будет укладывать асфальт данные мероприятия будут все проведены вопрос на контроле этот вопрос с алексея васильевича мы постоянно поднимали и все-таки пришли к тому что мы не будем уже обсуждать мы поставили четко сроки выполнения данного мероприятия поэтому остается только ждать потому что я хочу сказать что у нас есть уже положительный результат когда мы четко ставим сроки и задачи перед администрацией контролируем ход исполнения и на сегодняшний момент у нас есть такие три объекта которые именно депутаты выявили мы делали выездные комиссии это подъезд и парковка для посадки и высадки не для стоянки машин а для посадки и высадки школьников у школы номер один сделана дорожка к школе номер один сегодня на сегодняшний день там спилены кроны и будет эта дорожка освещена значит парковка для подъезда подвоза посадки и высадки школьников у школы номер 6 пешеходная дорожка вдоль школы номер 6 от МЖК значит и один немаловажный момент мы обратили внимание когда подход к школе номер 3 и мы приезжали смотрели вдоль детского садика тоже было месиво грязь дети шли особенно весной осенью по колено ну не по колено конечно ну просто в грязи сегодня там хорошая асфальтированная дорожка сегодня там освещение и я хочу сказать что это опять же одно из тех решений которые мы приняли поставили задачу профинансировали и проконтролировали и администрация выполнила данные наши поручения и за что мы как будто очень благодарны всем кто участвовал в принятии этого решения всем кто акцентировал внимание на этой проблеме и администрация то что выполнила поэтому я говорю что мы делаем небольшие шаги в жизни нашего города но они имеют на сегодняшний момент что я большое значение потому что комфорт начинается с малого я считаю что когда наши дети идут в школу им комфортно и безопасно это является одним из тех приоритетов направления в сфере нашей деятельности для жизни и безопасности нашего подрастающего поколения мы продолжаем прямой эфир мы говорим о городе у нас в гостях глава города сланцы Руслан Владимирович Шот мы принимаем звонки и вот следующий звонок да добрый вечер говорите мы вас слушаем здравствуйте меня зовут надежда леонидовна добрый вечер у меня такой вопрос пожелания значит вот где улица кирова 42 где аптека с той стороны где киоск стоит ребятишки идут в школу потом жилой дом сам 42 он значит под подъезжает машины почти вплотную к подъезду какой бы вот полтора бы метра хотя бы указатели или поребрики бы какие-то вот эти установить если это возможно чтобы из подъезда ребенок вышел или с коляской мамочка она не попала бы вот под это движище вот какой-то транспортное средство так скажем вот возможно такое там огородить потому что машины подъезжая к аптеке стоят вплотную почти к дому спасибо большое выход из данной ситуации есть значит я возьму на себя смелость в принятии решения и с управляющей компанией совместно я предложу им у нас тем более есть уже пример мы можем полусферами бетонными оградить часть придомовой территории для того чтобы обеспечить безопасный выход из подъезда жителей поэтому выход из этой ситуации есть завтра я с управляющей компанией с руководителем переговорил вот но тогда нужно будет все равно собраться собрать собрание провести сделать протокол необходимой для данного мероприятия поэтому я пользуясь случаем еще раз хочу обратиться ко всем уважаемым слоносичанам я всех вас очень уважаю я всех вас благодарю за то что вы проявляете активную гражданскую позицию приходите на собрание даже пускай собрание проходит иногда бурно потому что приходится объяснять ряд вопросов которые может быть не всегда полностью раскрыты но все равно вы на сегодняшний момент проявляете активность вы помогаете нам в управлении вы акцентируете наше внимание на тех вопросов которые может быть мы упускаем или не вовремя реагируем поэтому всем вам спасибо огромное я отвечу на все ваши вопросы которые вы сегодня зададите но хочу сказать что каждый из вас кто делает нам звонок кто пишет нам жалобу кто встречает нас на улице кто расспрашивает это ваш осознанный шаг для того чтобы наш город развивался поэтому вам огромное спасибо и я хочу чтобы эта работа дальше продолжалась и чтобы вы больше и больше и чаще общались с нами спасибо у нас следующий звонок да говорите пожалуйста вы в эфире вы в эфире мы вас слушаем здравствуйте руслан добрый вечер меня зовут надежда у меня вот такой вопрос между лениной 21 b и 21 а кинуты трубы поднят асфальт а почти лежат уже месяц а когда там начнутся работы спасибо и еще один вопрос на молодежном 15 дорога вдоль дома там не проехать не пройти яма на яме ужас когда-нибудь будет там дорога вообще делаться тоже спасибо большое вопрос очень хороший по поводу сперва мы начнем молодежного сейчас каждая управляющая компания готова помочь всем жителям нашего города для того чтобы провести собрание и составить необходимые протоколы для участия в программе комфортная среда мы с вами можем отремонтировать или сделать пешеходную зону сможем сделать дорогу можем сделать парковку можем спилить дерево можем поставить освещение можем поставить скамейки все это вы сможете сделать приняв решение провести и проведя собрание я участвую практически в большей половине собраний которые проводятся в нашем городе и пытаюсь объяснить если возникают какие-то вопросы у нас был такой же проблемный двор это максиму горького 20 все знают потому что и дети через арку идут в школу и там асфальта уже сто лет не было и воды было по колено и люди падали под арки потому что ставили поддоны сегодня там все сделали да там есть некоторые недочеты но мы подрядчика выставим требования и тем более подрядчика есть гарантийные обязательства в течение двух лет по обслуживанию данного участка но там сегодня есть парковка там сегодня есть ливневая канализация там сегодня нет деревьев которые ветки стучат в окна при ветре там сегодня освещение там сегодня скамейки также игры что и максиму горького 11 ленина 30 мы все можем сделать приходите говорите будьте инициатором это все вот сегодня сделать свою дуровую территорию все в наших руках с вами я говорю не в ваших а в наших я готов помочь депутаты готовы помочь управляющая компания готова помочь нам нужно две трети голосов при проведении собрания пожалуйста если вы активный человек вы авторитет в вашем подъезде в вашем доме если у вас есть старший подъездом если нет давайте выберем старшего подъезда старшего по дому и решим данную задачу это программа будет действовать до 22 года поэтому если большинство людей еще в конце шестнадцатого года не верила то что будет программа в семнадцатом году то на сегодняшний момент вы реально видите что это работает и то что мы принимаем верные решения и делаем правильные действия для того чтобы в нашем дворе была комфортная среда так и называется эта программа комфортная среда поэтому если вам нужна помощь вы можете обратиться лично ко мне если у вас есть напрямую связь с руководителем управляющей компанией можете связаться с ним с вашим депутатом во всех вопросах которые возникают на территории нашего города я вам готов помочь депутаты наши городские готовы помочь управляющие компании готовы помочь потому что провожу собрание и с депутатами и с управляющими компаниями все готовы оказать помощь в проведении собраний юристы готовы оказать помощь в составлении необходимых протоколов и документов администрация готова помочь для подачи документов для того чтобы участвовать в этой программе все можем сделать немножко от вас активности и у нас все получится у нас следующий звонок добрый вечер говорите мы вас слушаем вы в эфире мы вас слушаем здравствуйте здравствуйте добрый вечер очень болит душа и просто сердце плачет что творится у нас в лучках с кинотеатром труд и бывшим дворцом культуры завода сланцы ну почему молодежь все это долбает все разрушается ни красоты ничего нет когда все это превратится ну хоть во что то или я не знаю ну в общем вот у меня такой вопрос спасибо мы услышали спасибо значит начнем с самого неприятного как обычно и делается на сегодняшний момент кинотеатра труд это является собственной собственностью мы не можем его ни сломать ни что то сделать даже к сожалению оградить потому что все те бюджетные средства которые будут потрачены на частную территорию будут являться незаконными это будет являться растрата поэтому перед значит у нас комитет по имуществу вел переписку собственниками мы знаем кто эти собственники несколько раз они обращались в суд у нас есть переписка недавно мы поднимали переписку но пока мер воздействия на них у нас нет мер воздействия на них к сожалению вот есть такой пробел в законодательстве что у нас нет на них воздействия мы не можем не принудить не там не понудить их ничего мы не можем сделать поэтому на сегодняшний момент мы ждем когда будет принят поправка в областной закон для того чтобы у нас нам развязали руки и у нас было рычаг на воздействие для таких вот собственников мы считаем и я лично считаю что данный объект кинотеатра труд является объектом повышенной опасности дети бегают могут травмироваться а социальные элементы могут производить какие-то противоправные действия мимо проходящих людей которые живут в данном микрорайоне можете поверить что данный вопрос он нас очень беспокоит и душа болит не меньше но пока пока мы ждем законодательства мы можем предпринять меры только в рамках закона вот а по поводу ДК СПЗ я хочу сказать что данный ДК СПЗ у него хорошая перспектива у него хорошая судьба будущего ДК СПЗ передан на баланс в правительство Ленинградской области там будет областной музей на сегодняшний момент уже есть сметы по ремонту данного ДК вот и в принципе это будет объект областного значения так что поэтому данный объект будет сохранен будет отреставрирован отремонтирован вот я знаю что у администрации есть планы реконструкции площадки перед ДК СПЗ вот пока которые находятся на утверждении потом будут представлены общественности в качестве общественных слушаний вот так что вот такая ситуация но с кинотеатром труд я хочу сказать что мы тоже очень переживаем но мы с нетерпением ждем поправки законодательства для того чтобы мы смогли предпринять необходимые меры для вот собственника данного помещения чтобы он или сломал или оградил или предпринял какие-то меры для того чтобы оградить доступ к данному зданию спасибо большое за вопрос спасибо у нас следующий звонок вы в эфире мы вас слушаем добрый вечер мы вас слушаем добрый вечер добрый вечер кто на противоположном конце провода мы вас слушаем если вы дозвонились мы обращаемся именно к вам алё алё хорошо перезвоните пожалуйста мы будем ждать беспокоиться вот но на самом деле про дворец культуры говорили уже давно как может быть ждут конкретных дат уже конкретных чисел когда начнется какие-то подвижки подвижки начались еще в прошлом году потому что я точно сумму не помню но сумма была приличная уже была отремонтирована кровля вот кровля является основным элементом сохранности здания поэтому кровля отремонтирована и в принципе мы планируем что в этом году начнутся уже внутренние ремонтные работы для того чтобы внутренние ремонтные работы для подготовки объекта областного значения для этого музея так что я считаю что да это уже в ближайшее время также пока ждем очередного звонка хочу сказать что а вот и звонок да да примем звонок потом продолжим да добрый вечер говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте добрый вечер спасибо спасибо значит по поводу елки елка скорее всего будет установлена искусственная потому что свое наследие надо сохранять и мы уже давно отошли от того что мы ставим живые елки и хотелось бы конечно попросить что те украшения предновогодние которые у нас будет все таки украшаться город чтобы тоже сохранять и я знаю что молодежное движение молодежный центр снимут ролик когда все это подготовлено и мы посмотрим когда это все будет завершаться потому что да у нас все знают был случай когда елку поставили ее спилили да потом елку поставили ее разломали около около загса вот конечно это единичные случаи но эти случаи имеют место быть будем стараться украсить и микрорайон лучки и город сланцы чтобы было праздничное настроение по поводу освещения у нас заключен энергосеверный контракт который подразумевает под собой замена существующих действующих светильников на светодиодные в свое время администрации было принято решение для экономии средств потому что бюджет совсем уж был скудный фонари горели через один поэтому через один были сняты светильники но это все помнят и в принципе сегодня мы пока это видим по законодательству нельзя вешать светильник по энергосервисному контракту туда где его нет он стол может стоять но если нет светильника значит он там заменен не будет в следующем году будем принимать вторую часть энергосервисного контракта в котором будет уже запланирована установка светильников на опоры на которых нет светильника то есть в течение двух трех лет у нас город сланцы и микрорайон Лучки должен быть полностью освещен по всем стандартам на сегодняшний момент у нас была проведена комиссия по моему даже в принципе мы освещали ее через телевидение но в интернете точно есть мной была поставлена задача об освещении тех участков дорог где нет освещения вообще это была у нас улица красная это были большие поля и была поставлена задача осветить подходы к школам ну в принципе я уже об этом говорил сегодня что было поставлено кратчайшие сроки четкие сроки были установлены для того чтобы устранить данные вот нарушения это идет в разрез нарушения энергетического контракта установка светильников там где их нет но я взял на себя такую ответственность и принял такое решение я считаю что если кто-то и скажет что я не прав ну значит так оно есть но люди будут ходить по пусть и через один пока стул но освещенный там где нет освещения вообще так что уважаемые слышали вы водите наше положение я вам говорю полную открытую информацию и вы принимать ее такой какой она есть на самом деле что не всегда мы можем принять определенные масштабные мероприятия потому что мы сжаты законом мы можем пойти на какие-то небольшие недоработки где у нас есть четкое обоснование там мы принимаем на себя определенную ответственность но еще раз говорю что и город сланц и микроволен лучки в ближайшие годы будут полностью освещены по тем нормативам которые должны быть это будет светодиодные светильники на сегодняшний момент вы видите как вот и в сланцах и везде так что уж вы пожалуйста немножко потерпите мы предпринимаем необходимые действия для того чтобы это сделать но это мы все делаем в рамках закона если бы это можно было сделать быстрее поверьте мы бы сделали это быстрее спасибо у нас следующий звонок добрый вечер вы в эфире мы вас слушаем говорите пожалуйста мы вас слушаем да добрый вечер здравствуйте скажите пожалуйста я вот по поводу детской площадки в городе в лучках около пятерки я обращалась по этому вопросу уже на приеме лично была вот хотелось бы узнать можно на что-нибудь надеяться по поводу этой площадки у нас единственная площадка в этом микрорайоне светлова ломоносова держимского больше у нас здесь площадок нет и еще хочу поблагодарить за освещение дворов сколько я живу здесь никогда такого освещения дворов не было вот мы старые просто сейчас ходим и радуемся и наблюдаем что вот даже улицы так не освещены как дворы большое спасибо спасибо за вопрос хочу сказать что площадка это один из наиболее спорных вопросов которые на сегодняшний момент возникают площадка должен быть безопасно потому что на ней играют наши дети и если стоит площадка то должна быть организация или человек закрепленный за ней кто не будет обслуживать потому что не дай бог где-то шуруп укрытался или гвоздь будет торчать ребенок поедет и поранится мы получим больше проблем чем мы бы хотели добиться положительных результатов поэтому на сегодняшний момент мы ищем варианты и организация которая могла бы обслуживать площадки которая находится на муниципальных территориях потому что мы понимаем что если площадка находится на внутридворовой территории она должна быть обслуживаться силами и решениями собственников жилых помещений то есть или договор с управляющей компанией или какие-то другие организации которые будут обслуживать а муниципальные земли они предполагают заключение договоров тоже с компаниями которые будут обслуживать как только у нас будет найдено решение по поводу обслуживания детских площадок и еще один немаловажный вопрос это финансирование но мы постараемся поучаствовать в программах мы сделаем все необходимые действия которые приведут к комфорту на нашей территории конечно мы там были и в свое время и траву косили и значит ремонтировали часть этих площадок часть конструкции там ворота баскетбольное кольцо было вот мы также и за ДКСПЗ убирались вместе с предпринимателями убирали территорию украсили элементы детской площадки детская площадка нужна в каждом дворе но эту детскую площадку должен тут обслуживать я считаю что мы найдем решение для того чтобы поставить детскую площадку на данной территории и найдем и найдем того кто это будет обслуживать может быть даже в рамках каких-то потому что благотворительных взаимоотношений вот мы мы постараемся мы постараемся сделать потому что в лучах конечно мало детских площадок к сожалению можно констатировать факт что когда детские площадки мы ставили за ДКСПЗ около загса около около почты вот площадка отжила недолго отжила недолго поэтому несмотря на такое отношение определенного контингента людей к опять же объектам благоустройства мы все равно рассматриваем возможность установки детских площадок на тех свободных территориях между домами которые являются муниципальными хорошо так что будем стараться чтобы в лучках было побольше детских площадок спасибо и у нас следующий звонок добрый вечер мы вас слушаем вы в эфире здравствуйте Руслан Владимирович добрый вечер это опять Надежда я вот вам задавала вопрос по поводу труп на линии 21b и 21а они вот месяц уже лежат Вера сервис так ничего и не делает с ними и асфальт поднят так все и брошено они вообще собираются там что-нибудь делать я понял я завтра руководителя Вера сервис приглашу к себе уточню информацию уточню какая организация проводит необходимые работы и может мне поверить что работа начнутся спасибо я данный адрес записал так у нас пока нет звоночков можно общаться могу сказать хорошие новости которые у нас произойдут в ближайшее время в нашем городе значит в последнее время очень много задавали вопросов про кинотеатр не труд кинотеатр а про кинотеатр в городе Сланцев я на прошлом прямом эфире говорил что готовили документы пакет документов подавали для того чтобы участвовать в программе кинотеатра в каждом городе или как это правильно называлось точно не помню но где-то приблизительно так на сегодняшний момент грант на ремонт кинотеатра получен это будет кинотеатр 3d с показом в 3d на 80 мест договор уже заключается планируется открытие кинотеатра в середине марта 2018 года то есть буквально через 4 месяца данный кинотеатр у нас будет находиться на улице банковская отдельно стоящее здание бывшее кафе вот так что скоро сейчас нужны фанфары барабаны ликуйте барабаны мы сделаем в марте месяце когда все это откроется но хочу сказать самое главное что финансирование выделено договор заключен в кратчайшее время начнутся ремонтные работы мы совместно с нашим телеканалом орел выйдем на место посмотрим начало работ спросим у подрядчика какие запланированные мероприятия посмотрим внутри и будем вместе с вами контролировать и ждать ход работ и открытие кинотеатра я считаю что опять же те вещи о которых мы с вами говорим о которых я вам говорю из первых уст они все реализуются и воплощаются в жизнь можно бронировать билеты уже я думаю на первый сеанс первый сеанс в кинотеатре города Сланца и для нас следующий звонок добрый вечер мы вас слушаем говорите пожалуйста вы в эфире мы вас слушаем это тот же самый человек звонит который молчал у нас один оператор если вы дозвонились то я именно к вам обращаюсь нет хотят просто послушать ну что ж наверное шокировала новость пока слушали историю про кинотеатр забыли о чем хотели спросить так а еще какие-нибудь радостные новости нас ожидают новости ожидают радостные грустно сказал я никогда не грущу я задумчиво говорю новости радостные они есть мы идем к светлому будущему мы идем скоро новый год мы идем к развитию да мы идем к развитию я считаю что мы идем верно я хочу сказать что у нас в городе также начала работу при моей поддержке общественной организации ветеранов боевых действий это активные ребята которые прошли горячие точки у которых есть определенные трудности может быть жизненные может какие-то организационные которые сейчас на данном этапе проходят я непосредственно помогаю данной организации одно из основных моментов которые я вижу я поддерживаю молодежное движение или блюсланцы и также общественной организации ветерановые действия сегодня я общаюсь и с теми и с другими ребятами одни помоложе другие постарше и я хочу чтобы эти два поколения одно одни молодые другие уже опытные поплотнее общались друг с другом я все-таки считаю что те ребята которые прошли горячие точки прошли войны они могут рассказать молодежи которые не знают что такое война что такое горе что такое потерять друга или что такое патриотизм что такое дружба что такое взаимовыручка что такое команда это чтобы ребята постарше чтобы вот это боевое братство поделилось своим опытом с молодежью чтобы молодежь может быть рассказала или спросили о каких-то своих не знаю догадках потому что хочется чтобы у нас у нас в стране или вообще на земле никогда не было войны и те ребята которые прошли эту войну они конечно герои нашего времени это те герои которые ценой своей жизни выполняли и отстаивали интересы нашей страны сегодня мы уже начали эту акцию на центральной библиотеке мы уже повесили баннер и мы будем продолжать работу чтобы наши жители знали что у нас в сланцах есть ребята что у нас в сланцах живут герои жили герои также хочу сказать что мы будем общаться и с вдовами и с мамами погибших ребят постараемся помочь какими-то своими выверенными действиями для того чтобы сгладить может быть какие-то жизненные вопросы или жизненные проблемы которые возникли уже на сложившемся этапе это не просто это не просто я общаясь с ребятами вижу что когда мы начинаем говорить о войне те кто реально был в горячих точках реально видел кровь и убивал он об этом не хочет говорить это это не предмет какого-то знаю пафоса это та тяжелая жизнь или тот период жизни у ребят который наверное никогда в памяти не сотрется поэтому провожу работу очень большую стараюсь помочь всем кому нужна помощь так что если у кого есть желание а я знаю что желание все многих подключайтесь к нам вступайте в группу и давайте общаться вместе помогать друг другу я считаю что именно помощь друг другу уважение друг другу уважение к старшим это является показателем нашей культуры а я считаю что и я уверен что мы с вами культурные люди и все-таки молодежи нужно говорить как в сихах моего поиска да кроха сын к отцу пришел и спросил и кроха что такое хорошо что такое плохо я считаю что многим ребятам и девушкам нужно объяснять что такое хорошо и что такое плохо у нас сейчас тоже начинает активно набирать обороты волонтерское движение в молодежном центре я думаю что эта история и им в первую очередь интересно и важно у нас телефонный звонок добрый вечер вы в эфире мы вас слушаем здравствуйте здравствуйте добрый вечер меня зовут Надежда Борисовна я живу в Леино 30 восьмиэтажка и вот прямо из окон вид на пустырь посредине этого пустыря стоит ящик мусорный контейнер краса и гордость нашего района и как решать с этим делом будете на фоне всей этой красоты которую вы сейчас у нас тут затеяли вот что все вроде такое будет должно быть красиво хорошо и вдруг вот это может быть временно как-нибудь его облагородить можно загородить да спасибо большое потому что ну реально он хорошо вроде как на месте шаговой доступности у нас тут в основном все такие в возрасте что мусор вынести по дороге тут идут кидают ну как-то облагородить можно спасибо большое спасибо данные вопросы тоже недавно по телевидению было озвучено когда я провел совещание это установка мусорных контейнеров из-за архитектурной застройки нашего города у нас практически ни в одном дворе нельзя поставить контейнер согласно норм с ну вот у нас там должно быть там 20 метров от подъезда 20 метров от не знаю там от скамейки от детской площадки еще там у нас нет таких у нас архитектурная застройка она не позволяет поставить мы поднимали этот вопрос с управляющей компанией как сделать и с администрацией на сегодняшний момент мы ждем предложений от управляющей компании вера сервис как они это видят потому что я знаю на сегодняшний момент проводит собрание жители шахтерской славы дома номер 3 по поводу участия в программе комфортная среда и там будет запланировано они должны запланировать установку контейнера потому что на сегодняшний момент разрабатывается план мероприятий по обустройству данного пустыря там должна быть пешеходная дорожка то есть какие-то элементы благоустройства поэтому этому контейнеру там жить недолго будет принято решение совместно со всеми и я все-таки извините но вас немножко оправлю вы сказали что вы будете делать нет не я что мы с вами будем делать а мы с вами примем верное решение проголосуем оформим протокол и разместим там где всем будет удобно кстати говоря о мусорных ящиках таких точек несколько знаю что возмущались горожане знаю что в лучках есть между маяковского 6 и 4 тоже буквально заворачиваешь во двор и вот они красавцы тут стоят на пешеходной зоне тоже интересовались почему именно здесь нужно их поставить где все люди ходят во дворе магазина так по-свойски скажу 47-го там детская площадка и там же рядом тоже мусорный бак тоже не радует жители тоже жаловались уважаемые жители жаловаться не надо надо принимать решение оформлять протокол и ставить там где вы считаете нужным если это противоречит норм с с а это практически везде значит вы должны принять решение что вы приняли решение поставить их именно там но должно быть проголосовано две трети голосов от проживающих здесь опять же всем напоминаю уважаемые жители что любое благоустройство которое проводится на дворовой на придомовой территории зависит только от вас вы принимаете решение вы протоколируете и вы это ставите управляющие точнее вы принимаете решение управляющая компания это делает вот и все все просто ну что у нас пока нет телефонов звоночков можно пообщаться о жизни города в семнадцатом году какие еще изменения и были и планируются изменений таких массово массово не планируется все идет текущая работа хотелось бы привести систему водоснабжения порядок основной момент хотелось бы чтобы на сегодняшний момент есть пожелание от жителей мы сегодня в принципе я думаю что каждый житель обратил внимание на тот парк на освещение парка который сегодня есть администрация молодцы заключили контракт то есть мы видим реальный красивый результат это сделано совместными усилиями это это очень хорошо жители говорят продлите немножко подальше согласен да я тоже там гуляем ходишь ходишь голова закружилась потому что не слишком много да хотелось бы побольше будем планировать будем планировать конечно хочется хочется чтобы было больше таких объектов которыми которые мы которые мы гордились да потому что сегодня смотришь и молодые пары и пожилые люди фотографируются и гуляют да конечно сегодня парк культуры планируем чтобы развивался потому что имеет тоже хорошую востребованность и работники парка культуры активная активная команда которые я считаю что в рамках дозволенного достойно проводят все мероприятия хотя я хотел бы чтобы ряд мероприятий проводились чаще вот что касается молодежи вот особенно в летнее время потому что дети вечером гуляют может быть глупые мысли посещают пускай приходили бы занимались бы каким-то любым делом или веселым веселым делом совершенно верно у нас есть телефонный звонок да добрый вечер говорите мы вас слушаем вы в эфире говорите мы вас слушаем и в третий раз позвонил этот же самый человек перезвоните пожалуйста мы вас обязательно выслушаем ну вот уже снижается активность жителей наверное ну потому что вопросы в принципе они все такого направления что и нас волнует и мы не знаем и жителей волнует просто есть как бы некоторые вопросы частного характера которые конкретно какого-то человека да там затронули или интересует вот но я просто пользуюсь случаем потому что я как бы нас и в лучках смотрят и сланцах но в основном как бы я лучше хочу сказать что в лучках сегодня проводятся аварийные работы по водоснабжению водоснабжению да значит ситуация в следующем напротив комендатуры есть люк на который по всей видимости наехала тяжелая машина и произошло обрушение этого люка колодца колодец кирпичный кирпичи и там часть люка по всей видимости упала пробила трубу то есть там рваное отверстие рваное отверстие вот на сегодняшний момент поставлены чопики в прямом смысле слова потому что в ночь не стали делать воду сейчас подали на микрорайон это значит касается улица ломоносова дежинского маяковского льва толстого ну то есть все то крыло завтра в 9 часов 30 минут будет отключена вода в микрорайоне лучки вот от ломоносова и заканчивая маяковского дежинского до тех до того времени пока не будет заменен этот кусок вот так что поэтому уважаемые жители микрорайон лучки сейчас вода есть по всему давление немножко снижено чтобы утечка была поменьше вот с 9.30 до окончания работы завтра воды не будет поэтому пожалуйста с утра на работу вставайте умывайтесь запаситесь водой наберите воду да и мы будем надеяться что работы будут завершены в крайнейшее время водоканалом ну что ж звоночков у нас не поступает наверное пора подводить итог нашей беседы к чему мы пришли к концу года семнадцатого еще целый месяц мы живем в этом году вам слово мы пришли к тому что на сегодняшний момент у всех есть понимание какой результат должен быть от наших действий считаю что каждый из нас должен проявить активную позицию каждый из нас должен принимать участие в жизни нашего города мы депутаты города стараемся принимать выверенные решения как я уже говорил стесненных экономических условиях но совместно с администрацией мы стараемся принимать решения иногда бывает даже что это пограничные решения даже где-то может быть мы стараемся взять на себя больше ответственности но как говорится кто не рискует тот не получает хорошего результата вот мы стараемся это делать вот и я считаю что все те действия которые мы сегодня направили на развитие нашего города по крайней мере у нас есть планы у нас есть ряд действий которые мы предпринимаем а еще раз повторю что одно из основных моментов для развития нашего города это получение статуса тассер статус тассер дает льготные послабления на данной территории как только будут такие условия особенно конечно сейчас в наших экономических ситуациях в нашей стране конечно наша территория будет интересна всем ну не всем может быть многим вот как только у нас наша территория стоит интереснее значит у нас будет все то о чем мы с вами говорим о чем мы с вами планируем а так я еще раз хочу выразить всем сладцевчанам огромное спасибо сказать что каждое мнение каждого из вас будь оно хорошее или плохое воспринимается как как помощь независимо там потому что кто-то ругает кто-то не ругает но все равно это проявление активности в нашем городе очень много помогают почетные граждане ветераны сегодня мы собираемся и уже проводили первое совещание что касается шахт мы в том прямом эфире об этом говорили в этом мы еще не затрагивали это тоже является одним из очень проблемных вопросов которые на сегодняшний день стоят мониторинг подработанных территорий осуществление контроля то есть это те необходимые мероприятия которые мы проводим сегодня мы с депутатами хотим сказать что приходите к нам на приемы приходите к нам на собрание если вы не можете или если у вас большая группа позвоните мне мы назначим время придем на место последнее время взяли за практику выезжать на места проведения работ вы тоже можете видеть потому что мы приглашаем и совместно с нашим славским телевидением орел выезжаем на места проведения работ много того что еще мы не показываем но я хочу чтобы каждый каждый из жителей знал что мы делаем и контролируем каждый шаг что касается благоустройства нашей территории а также хочу обратиться к молодежи молодежи нашего города ребята сняли социальный ролик по сохранению обидов социальных благоустройств нашего города это сподвигло следующая ситуация мы пришли в парк который у плюсы и обратили внимание на то что скамейка которая стояла внизу на парапете она выброшена в речку это конечно радует с одной стороны что ребята смогли бросить скамейку в речку которая весит 200 килограмм у нас есть у нас есть сильные ребята у нас есть есть ребята у которых есть энергия так давайте мы эту энергию с вами направим в нужное русло приходите в молодежный центр вступайте в молодежное движение я люблю сланцы мы можем не знаю сделать акцию выплесни адреналин да там давайте встретимся не знаю в клубе бокса мальченко да там на ринге может какие-то социальные мероприятия не знаю мы вот там убираем территории приходите мы все вместе сделаем не надо ломать давайте будем только строить я считаю что то как сегодня мы воспитываем молодежь и какую мы сегодня информацию даем молодежи зависит и развитие нашего города и вообще взаимоотношения я сегодня вижу что молодежь особенно которая в молодежном центре и в молодежном движении я люблю сланцы более плотнее общается с пожилыми людьми уделяет больше внимания честно сказать это радует раньше мы акцентировали внимание на том что молодежь как-то игнорировала старшее поколение сегодня мы видим реальные заметные перемены даже сегодня социальные ролики мы сегодня встречаемся на улицах встречаемся в библиотеках в школах у ребят просыпается вот этот интерес интерес к жизни и они понимают что даже пускай наш город и небольшой даже может быть пока у него не такой потенциал как у больших мегаполисов но сегодня молодежь видит что поддержка власти поддержка депутатов поддержка старшего поколения помогает им раскрыть талант тот даже о которых они еще и не видели мы даже вот видим социальные ролики да вот ребята которые снимают они тоже даже не думали что у них может проснуться талант для того чтобы снять или работать на камеру очень хорошо я говорю что на сегодняшний момент вот у нас создана молодежь движения я люблю сланцы молодежный центр приходите к нам молодежь мы помогаем объединиться помогаем раскрыть талант я лично помогу поддержать каждого из вас для того чтобы вы сделали первый шаг для достижения своей цели это самое главное и еще один из самых главных моментов задайте себе вопрос а что же я хочу и только тогда когда вы будете знать что вы хотите к какой точке нужно двигаться тогда все это будет не напрасно а так мы всегда готовы вам помочь мы будем стараться чтобы возможностей помощи и рычагов ресурсов для того чтобы помочь нашей молодежи было больше ну это один из моментов да это пусть даже кинотеатр пусть там сейчас парк кинотеатр я говорю что небольшие шаги да вот и самое главное конечно у нас очень многие обращают внимание что у нас городе очень много пожилого населения конечно пожилого населения много ребята и девушки женщины среднего возраста конечно стараются уехать в городах где можно заработать где зарплата побольше вот мы стараемся наладить какую-то социальную работу не какую-то я бывает неправильно выражаю свою мысль не какую-то мы стараемся наладить работу социальной направленности для помощи помощи вот старшему поколению она эта помощь выражается в разных направлениях и техническая помощь отвезти в больницу и сходить в магазин подростки помогают последнее время мы акцентируем внимание на то что помочь где-то когда взрослые люди совсем одинокие какие-то косметические ремонты с управляющей компанией где-то обои приклеить где-то чуть подкрасить то есть помочь некоторые скажут да занимайтесь ерундой я скажу нет любая работа любая помощь которая оказывается любому жителю нашего города любому сланцевчанину я считаю что эти шаги они не напрасны это сделано верно так что поэтому я всех сланцевчан благодарю за то что они живут в нашем городе за то что они помогают нам руководить за то что они иногда нас ругают можете сам стимулировать для какой-то дальнейшей работы но можете поверить что делаем максимально возможные шаги в своих в рамках своих полномочий максимально возможные вот ну конечно всем бы хотелось чтобы это было больше и быстрее и быстрее но если вы хотите чтобы это было больше и быстрее значит мы будем делать еще больше и еще а что для этого мы и живем так что спасибо уважаемые слушатели за поддержку еще раз спасибо за то что вы совместно с нами помогаете управлять нашей территории и решение еще раз да скажу принимаем не мы а решение принимаем мы с вами спасибо большое спасибо вам за прекрасный содержательный эфир очень рада была вас видеть я думаю что конечно же мы в скором времени еще увидимся работы много работа интересная спасибо вам за вашу работу и удачи и успехов спасибо большое спасибо ну и конечно берегите себя и своих близких и до встречи